МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех на канале Самарагис. Вы смотрите очередную программу «Хочу домой». Программа о животных со сложной судьбой, брошенных и рожденных под открытым небом. И, конечно, о людях, которые помогают этим животным. Сегодня в программе, как всегда, вы увидите сюжет или видеосоветы о том, как приучить собаку не выходить со двора без вашей команды, без команды «Гуляй». Далее вы увидите видеовизитки о собаках и двух кошках, которые, безусловно, хотят иметь свой теплый и уютный дом и любящих их владельцев. И опять, опять не устаю обращать ваше внимание на то, что брать собаку и кошку можно на самом деле в любом возрасте. И самое главное, конек нашей программы – это, конечно, гости в студии и беседа с ними. Итак, сегодня у нас за столом Александр Масленников, один из двигателей нового проекта, отвечающего за связь с общественностью, имеющего еще и еще множество обязанностей в рамках этого проекта. Проект пока не называют, так как гости сами расскажут о нем. И главный участник проекта – основатель идеи Александра Семенова. И снова не буду ничего от себя говорить, а просто представлю вам гостей. Я их уже представил. Итак, ребята, расскажите, что за проект, о чем он? Наш проект называется «Вот он, пес». Мы просветительский проект для владельцев собак. Мы рассказываем людям, как взаимодействовать с собаками, как узнать вообще информацию о них, где ее взять, к кому обратиться за советом. У нас есть несколько направлений работы. То есть вот одно из направлений – как раз это образовательное направление. Мы проводим регулярные встречи образовательные с владельцами и приглашаем туда различных спикеров. Это и ветеринарные врачи, и кинологи, и зоопсихологи. Планируем, в общем, расширять. Как давно ваш проект существует? Или это только недавно новое что-то такое? Идея родилась у нас в августе. Полноценно запустили проект мы в ноябре 2021 года. Потому что в ноябре 2021 года мы выиграли резиденцию в Стрелке-холл, это молодежное пространство. И благодаря этой площадке мы как раз смогли там начать проводить все эти мероприятия. А почему именно по собакам, именно по этой тематике? Почему не по кошкам? Или кошек вы тоже, как говорится, трогаете и говорите о них? Кошки пока в планах еще. В нескорых, правда. Собаки, потому что я недавно закончила обучение на кинолога. И мне хотелось как-то начать уже помогать людям. И мы выбрали для себя такое направление, потому что нам это интересно. Мы владельцы собак. И всю жизнь у нас есть собаки дома. Нам это направление было очень близко. Кстати, вот вы сказали, что закончили на кинолога. А где обучают на кинолога? Ну, сейчас много мест, где можно обучиться. Я выбрала образование. Это Новосибирский центр. Мы проходили теорию удаленно. Чтобы можно было привлечь довольно именитых специалистов. И охватить большие пространства. Вот выбрали онлайн-формат. А практику я проходила в городе у нас с нашим местным тренером-кинологом. Понятно. У самих есть собаки? Да. Какие? Ну, сейчас у меня маленькая собака по размеру. Это бивертерьер. У меня обычная, можно сказать, дворняжка с улицы. Понятно. Кстати, как дворняжка попала с улицы? Я работал тогда на другой работе. Пришел к клиентам для подключения интернета. И у них бегала собака. И они говорили, вот, вчера подобрали. Не знаем, куда делась. Собака подошла ко мне, понюхала меня, начала радоваться почему-то мне. Я сказал, ну, хорошо, тогда давайте я ее с собой заберу, будет у меня жить. И так и забрал. Вот так собаке повезло. Да. Понятно. Скажите, вот сама идея этого проекта, откуда она родилась? На самом деле все родилось с того момента, когда Александра начала учиться на кинолога. И когда мы с ней встретились, она сказала, что вот большая проблема, я столкнулся с тем, что непонятно, куда обращаться, непонятно, какие направления. Все как-то очень расплывчато, размыто, нужно долго сидеть по интернету. И, ну, в общем, много вопросов создаются по ходу ее обучения. И тогда мне пришла мысль в голову о том, что, слушай, а если попробовать самим изучить каждое направление, находить специалистов по городу, изучать их, приглашать, и тем самым создавать вот эту общую базу, где в одном пространстве, грубо говоря, допустим, наша социальная сеть, человек может зайти и узнать, ага, вот туда я могу сходить с собакой, ага, вот здесь я могу бесплатно поучиться, ага, вот сюда к кинологу я могу сходить для таких-то упражнений, здесь я могу фризби позаниматься, док, здесь аджилити и так далее. И как только мы поняли, что, да, вот такой базы по Самаре нет, мы вот решили, что давай тогда ее сами создадим. Отлично. Скажите, пожалуйста, сколько нужно обучаться, или это только такие разовые, как бы, занятия, люди пришли к вам, услышали какую-то тематику, которая их интересует, и потом, соответственно, уходят, да? Как проходят занятия сами? Мы изначально планировали создать что-то вроде курса, и он бы длился три месяца, чтобы по разным направлениям, но у нас люди, ну, не всегда так вот хотят ходить куда-то полномерно, и мы решили, что... Мы всегда, наверное, готовы так долго, это же раньше мы, да, там сидели, обучались, ходили в ДСААФ, так далее, 30-35 назад, и мы получали какую-то информацию на протяжении, там, нескольких месяцев, а потом уже выходили уже на площадку. Сейчас все хотят очень быстро, и чтобы прям вот все, раз и получить. А не получается ли это как бы не очень качественно? Ну, это мы увидим, скорее всего, через какой-то промежуток времени. Мы только начали, мы провели несколько встреч, и пока отзывы очень положительные. У нас была встреча с ветеринаром, и приходят люди, которые даже не знают, что нужно собаку вакцинировать раз в год, например. Да вы что? Да, таких очень много. И они задавали вопросы ветеринару, узнавали какие-то волнующие их вопросы, вот ответы получали. И отзывы очень хорошие. То есть людям это интересно. Хорошо. Бродячие собаки – это ваша тематика? В том числе именно те, которые уже находятся в приюте. Мы сотрудничаем с приютом «Флагманвет». Наше непосредственное взаимодействие заключается в том, что мы производим выгул собак, с которыми на первом этапе не могут, не то что справиться, нельзя по технике безопасности выходить обычному добровольцу. Человеку, да? Да, да, да. Мы приходим в приют, сначала начинаем работать с такой собакой. Понятное дело, что в условиях приюта мы не можем там какие-то прям, чтобы там собака… Там сразу пошла сдавать какой-то норматив дрессирует. Да, да, ну понятно. А вот скажите, человек, который пришел, и вы занимаетесь именно с той собакой, которую он хочет взять? Или любую собаку может взять? В основном как раз проблема… Не проблема у собака, а собака… Вот допустим, сейчас мне попросили заняться подопечным. Это очень крупный пес весом 60 килограмм. Он пробыл два месяца в закрытом помещении, потому что у него был аппарат Елизарова. То есть его устанавливали ему лапу. Собака молодая, большая, и плюс еще имеет зооагрессию, то есть на других собак. Если с такой собакой сейчас выйдет волонтер, то велика вероятность, что он не выдержит, не удержит или еще что-то. И может произойти какая-то ситуация. Соответственно, мы подготовили специально для этой собаки сейчас правильную амуницию, крепкое, все, что было надежное. Подготавливаем и будем постепенно с этой собакой выходить, гулять, социализировать ее, чтобы она спокойнее относилась к окружающей среде, к людям окружающим ее, к животным. И после этого, когда мы понимаем, что уже обычный волонтер может справиться с собакой, мы знакомимся с этим волонтером, передаем ему полностью информацию, как это все работает с собакой. И, соответственно, собака начинает чаще выходить, гулять. Чем чаще собака из приюта выходит и гуляет, чем больше она развивается и умственно, и физически. Отлично. Ну, а, в общем-то, наше время подошло. Время подошло к сюжету. И сюжет будет о том, как включить собаку сидеть и как раз не выходить без команды хозяина на улицу. В принципе, давайте смотрим. Завели собаку, значит, взяли на себя ответственность. А это не только кормить, поить и вовремя выгуливать. Нужно, чтобы собака была и социально безопасной для окружающих. А для этого есть курсы по воспитанию и дрессировке собак. И в этом курсе есть немало команд, необходимых для бытового управления. Например, рядом ко мне нельзя и сидеть на месте в ожидании дальнейших команд владельца. Этот рефлекс очень необходим в бытовом применении. С помощью этого навыка можно научить собаку не выходить за пределы квартиры или двора, пока не дадут команду гулять. Выгул должен быть все-таки под присмотром хозяина. Давай, гуляй! Молодец! Гуляй! Иди, иди, гуляй! Гуляй! Гуляй, гуляй, гуляй! Иди, гуляй! Чтобы собака не выходила на улицу, необходимо поработать, приучая к элементарному навыку сидеть место. Заставлять собаку оставаться на месте сначала 2-3 секунды, затем 15-20 и впоследствии можно довести до 1-2 минут. А в целом лучше пройти весь комплекс послушания под руководством инструктора. Ну и главное, конечно, то, что это не одно занятие, это период времени, то есть это 2-3 месяца лучше. Но за одно занятие, конечно, у вас успеха не будет, то есть это нужно время. Если это не еда, то это механический способ, то есть, ну, там не села, постучали ей по попе, как вот сейчас, она села, не легла, нажали на холочку, она легла. То есть, если не пошла к тебе, на команду ко мне дергнули поводок механически, то есть она подошла. Ну и, конечно же, это главное, хороший тренер, хороший человек, который именно будет идти хорошо на контакт с вашей собакой, которого она будет нормально воспринимать, и, соответственно, вы сможете ему довериться. И она в первую очередь сможет к нему подойти и довериться. Дрессировка поможет вашей собаке быть послушной, и очень важно, пёс не будет нервировать вас своими поступками. И, конечно, все упражнения необходимо периодически повторять, в том числе и место сидеть перед открытой дверью или калитой на улицу. Главное, чтобы в дальнейшем этот навык не оставался как показательный номер для соседей, а применялся в повседневной жизни. И не важно, какой собакой это будет исполняться – породистой или метисом. Нужно не бояться брать собаку с улицы, потому что это животное, оно довольно-таки доброе, но его нужно приучить. Во всё нужно вложить свои силы, во всё нужно приложить свой труд. Не будет, что вот вы взяли, и она сразу вам села, легла на место. Если вы, конечно, будете её там пинать, шугать, толку не будет. Надо опытного специалиста, который вам подскажет, как это правильно сделать, чтобы не нанести собаке травму психологическую. В целом, для домашнего дворового послушания вполне пойдёт команда «Ко мне сидеть место или иди на место». Всё это отрабатывается от простого элемента, переходя к сложному. Самое главное – ваше терпение. Вы преподаете теорию и вы преподаете практику, я так понимаю, тоже? Практика у нас пока в планах. То есть практических занятий нет, но поскольку у нас нет, во-первых, площадки, где можно всё реализовать, и во-вторых, нам бы не хотелось превращаться в какой-то кинологический центр дрессировочный. То есть наша задача – просто показать людям все возможности, которые у нас есть. То есть мы хотим приглашать, например, спортсменов различных, чтобы они проводили какие-то водные, может, практически, там уроки. Кстати, вот именно с бронячими собаками как раз и очень много ребят сейчас выступает на соревнованиях именно по аджилите, там, по фризби и так далее, да? Да, то есть это такие же собаки, как и все, и с ними можно заниматься. Просто нужно людям рассказывать, что вот есть такие возможности, можно пойти заниматься вот сюда, можно вот сюда. То есть и вот мы хотим как раз сделать какие-то пробные такие практические занятия, чтобы люди приходили с вами с собаками, пробовали, понимали, что вот это интересно, и, возможно, уже потом мы ходили регулярно. Как вы считаете, вот сейчас все-таки на улицах очень много бродячих собак. Вот что бы вы сделали для того, чтобы уменьшить их количество? Это вот один вопрос. И второй вопрос, ну, давайте сначала вот на этот ответим, а потом я уже очень интересный, что вы ответите по этому вопросу. Ну, давайте вот с первого начнем. Ну, вообще проблема бродячих собак, это очень сложная проблема, ее нельзя вот так вот взять и решить там за короткий промежуток времени. Мы для себя выбрали вот направление, вот такое решение проблемы, что это просвещение владельца. Потому что очень часто собаки оказываются на улице из-за того, что владельцы не знают, как побороть ту или иную проблему, например, и проще им собаку выкинуть, чем с ней заниматься. Или, например, собаки убегают, потому что опять владельцы там не знают, что там есть адресники, где пишешь телефон, что там нужно выгуливать собаку на поводке. И вот если заняться вот этой областью, то, возможно, там больше станет осознанных владельцев и меньше собак будет попадать на улицу. Первые занятия, которые у вас прошли, кто больше приходил, молодые, среднего возраста люди или и пожилые тоже? Ведь я, насколько я сейчас понимаю, очень много вот именно таких бродячих собак и бездомных, и из приютов берут люди, которым, ну, наверное, уже за 50, за 60. В основном к нам приходят молодые люди, молодежь. И они, кстати, берут очень охотно собак из приютов, очень много таких случаев. И люди среднего возраста тоже берут, да, очень много. Ну, мы под пожилых людей сейчас, наверное, не можем попасть в их информационную повестку, потому что у нас все построено на базе Инстаграма. Вот, да, то есть надо понимать, что пока информационной поддержки у нас никакой нет, кроме того, что вот мы сами ведем свою страничку и на ней рассказываем, когда, где и что будет проходить. Поэтому, возможно, это с этим связано, потому что есть люди, у которых просто могут не быть этих социальных сетей. И, ну, в дальнейшем надо будет нам продумывать, как, соответственно, информировать большее количество людей о таких мероприятиях. Ну, может быть, там, допустим, объявление на домах ТОС использовать, привлекать именно активно какие-то районные органы самоуправления, я так понимаю, да? Да, кстати, такой вариант. Хороший день. Ну, вот, отлично, молодцы. Хорошо, скажите, вам лично какие собаки больше импонируют? Большие, маленькие, породистые или беспородные? Я люблю всех собак, честно скажу. Вот, хорошо, да, вопрос, я, знаете, какой хочу подвести к какому вопросу? Люди, вот сейчас очень много рекламы, реклама о том, что, да, берите беспородных собак, берите из приютов и так далее, приют действительно переполнены. А вот, скажите, все-таки, а что делать с породными собаками? Ну, мне кажется, породные собаководцы не должны страдать. И если человек хочет взять породистую собаку, он должен иметь возможность взять породистую собаку. Если он хочет взять собаку из приюта, пожалуйста. То есть, у него, у людей должен быть выбор, потому что, ну, у всех разные какие-то предпочтения, нужно понимать, что и у тех, и у других есть свои, как бы, плюсы и минусы. Нужно просто грамотно подходить к этому вопросу. Породистые же тоже, как бы, открывают определенные двери, с которыми нельзя открыть беспородистые. Например, кто-то хочет уступать на выставках, правильно? Это только с породистыми, с документами, со всеми делами. Люди, которым нравится, например, заниматься грумингом, грубо говоря, когда, да, там, шерсть приводит в идеальное состояние и так далее. Понятное дело, что это и с бездомными, и с породистыми собаками можно делать. Но это тоже целое направление, видоискусство, так сказать, для некоторых людей. Поэтому и то, и то направление важно. Вы как считаете, вы сами изучили вот эту проблему, проблему, в принципе, собаководства, именно малоинформированности населения о бродячих собаках, о породистых собаках, о том, что действительно есть, что нужно собаку стерилизовать. Как вы считаете? Вот вы сами все вот изучили или еще что-то есть, какая-то сфера, которую вы не знаете? Ну, вообще, все знать невозможно, поэтому всегда нужно учиться, и поэтому привлекаем разных специалистов, чтобы слышать разные мнения, вот, углубиться в эти темы. И также приглашаем специалистов ввести лекции просветительские, вот, для владельцев, чтобы все им рассказали. Потому что мы понимаем, что, ну, вдвоем нельзя охватить такую широкую вообще сферу. Вообще, когда мы берем у разных спикеров интервью, посещаем какие-то док-сферы, мы, как бы, каждый раз погружаемся сами по новой, то есть мы сами ходим, как первый раз и спрашиваем, а как у вас это построено, как вы это сделали, а как это работает. И только когда мы сами углубились, поняли, изучили, разобрались в этой системе, соответственно, после этого мы понимаем, что можем ее уже, соответственно, транслировать людям. А как привлечь аудиторию людей, новых людей, которые хотят завести собаку, как вы считаете, таким образом? Ну, мы вот еще... Правильно рассказывать, правильно подавать команду, или объяснить просто, чтобы для человека было это просто? Ну, мы стараемся быть, как бы, на одной волне с людьми, то есть у нас это не скучные лекции, где, там, лектор полтора часа что-то скучно рассказывает. Нет, мы стараемся делать весело, все задают вопросы, мы всегда рады этому, и мне кажется, люди к этому тянутся, что вот для них это не какое-то скучное занятие, это повод хорошо провести время, встретиться с единомышленниками, пообщаться. То есть мы всегда ждем новых владельцев, даже тех, у кого еще нет собак, чтобы побольше им рассказать, и они как-то вот углубились в это все, попали в эту сферу. Мы, например, когда проводили семинар с ветеринаром, мы придумали, что когда ветеринар расскажет свою тему полностью, что было бы интересно закрепить ее. И мы тогда договорились, опять же, с флагман ветом, мы взяли оттуда собаку, привели ее на мероприятие, заранее все полностью подготовили, и на примере собаки показали, как можно собаку подготовить к чистке зубов, чтобы она остро на это не реагировала, к стрижке ногтей и так далее, и тому подобное. То есть при этом сразу провели практику, продемонстрировали, при этом пришли с приютской собакой, всем говорили, вот смотрите, мы спокойно можем взять, не пойти в любое место, вот посещать, собака хорошая, спокойная, ждет только вот своего хозяина, вот и все. Что в этом нет ничего сложного, мы пытаемся, ну на самом деле, одна из главных позиций, что это все сложно, собаководам быть сложно, и это большая ответственность, надо понимать. Но при этом не надо, наверное, слишком сильно перегибать палку, есть определенные моменты, которые, наоборот, надо упрощать и спокойнее относиться к разным аспектам. Этого не надо бояться, и как бы есть люди, у которых можно спросить совета, кому можно обратиться, у нас как бы много специалистов в Самаре, кому можно вот подойти и как-то про свою проблему поговорить, что не нужно бояться, но нужно ответственно подходить к этому. И снова время, время видеовизиток, обращаю ваше внимание, что все собаки, о которых мы рассказываем, готовы уйти из приюта или от волонтеров прямо сейчас. И прежде чем мы снимаем о них информацию, мы, конечно, проверяем их поведение на социальную безопасность. Смотрим видеовизитки. Любителям черных котов торопитесь забрать вот этого классного кота по кличке Локи. Добрый, ласковый и, самое главное, коммуникабельный. Сейчас ему примерно 6 месяцев привезли в приют кота-кафе перед Новым Годом. Очень важная информация. Приучен к лотку, не привередлив к еде. Обратите внимание на этого черного красивого кота. Кот Локи ждет своего нового хозяина. Звоните по телефону 8-927-701-3638. Это два красивых кота и кошка. Сейчас им ищут новый дом и любящих владельцев. Им примерно два года. Коту на дальнем плане около трех лет. Все социализированы, привиты и стерилизованы. В качестве корма основной рацион – сухой корм. И, самое главное, приучены к туалету. Обратите внимание на этих красивых кошек, которым нужен свой дом и свой любящий хозяин. Звоните по телефону 8-927-701-3638. Екатерина Киселева волонтером стала совершенно случайно. Подобрала одного щенка, удалось пристроить, потом второго. Тоже нашли ему дом. В прошлом году нашли 8 щенков в коробке на дачном массиве. Из них 6 удалось пристроить и осталось 2. Ну, сейчас вот пристраиваем их, находим дом. Ну, мы ее уже раз пристроили, но, к сожалению, хозяева оказались жестокими. Пришлось забрать. Вот сейчас пристраиваем заново. Обратите внимание на этого щенка. Ему ищут хозяина и новый дом. Назвали щенка Эйли. Сейчас ей около 5 месяцев. Ласковая, добрая. Очень ласковая даже. Сверх ласковая. Ну, может, конечно, погавкать, если там кто-то пришел, услышал какой-то звук. Там, как звоночек идеально. Еще раз повторим, что самый хороший возраст для воспитания щенка от 5 до 12 месяцев. Помогите найти этому щенку нового доброго хозяина. Обращаться. 8-927-739-96-16. Этому очаривательному веслоухому щенку тоже примерно 5 месяцев нашли его в коробке среди 10 других братьев и сестер на улице Старозагора в Самаре. Сейчас ему ищут новый дом и, конечно, доброго хозяина. Он у нас посерьезнее парень. Он у нас сагавкучий такой довольно-таки. Ласковый тоже играется. В принципе, со всеми. На контакт идет хорошо. В еде непривередлив. Он ест абсолютно все. Ну, корм он, конечно, естественно, питается кормом. Ну, и от сметанки с творожком он не отказывается. Щенок не конфликтный. Со своими собратьями живет мирно. Самое главное – приучен к туалету на улице. Помогите найти этому щенку своего постоянного доброго хозяина. Звоните по телефону 8-927-739-96-16. Еще раз, если вам понравилась кошка или собака, и вы не успели записать телефон, набирайте в соцсетях Самарагиз, а там вы найдете всю необходимую информацию о собаках и кошках, про которых мы делаем видеовизитки в программе «Хочу домой». Очень такой щепетильный вопрос, мы его уже давно обсуждаем. Нужны ли штрафы за нерадивое содержание собак и кошек? Тут, наверное, нужно подумать о том, что такое нерадивое содержание. Да, вот здесь интересно. Да, то есть если… Наш взгляд не интересует. Ну, наш взгляд, что недопустимо к собакам и кошкам применять какое-то насилие, не оказывать медицинскую помощь, когда она животным нужна. Это тоже нерадивое, получается, отношение. Выпускать собак на самовыгул, потому что это чаще всего очень опасно, как для собаки, она может подпасть под машину и еще в какую-то беду. Так это может стать опасной для людей, которые ее встретят. То есть, безусловно, вот для таких ситуаций точно должны быть какие-то штрафы, нужно как-то, в общем, эту проблему решать, потому что на самом деле это опасно. А нужны ли вот собаки в городе, в принципе, или их можно вообще… Вот по большому счету их просто убрать из города и все. Все-таки нужны собаки в городе? Это нереализуемо, убрать собак из города, потому что, как уже говорили мы до этого, вся суть проблемы, что вот работа опять же с приютами, мы обратим внимание, что большое количество собак – это либо убежало, либо выбросили. То есть, это ежедневная практика. А сами они разве не могут раздражаться? Нет, понятное дело, что… Но тут надо понимать, что количество вот так называемых дичков в приюте – их минимум. То есть, когда мы приходим, собаки на человека очень ориентированы, знают команды, знают, как сесть и так далее и тому подобное. И таких большинство. А значит, эта собака не дичок, значит, она была где-то дома, жила с кем-то, и это именно результат того, либо выбросили, либо потеряли. Поэтому пока не решится вопрос именно ответственного, так сказать, приобретения животного, отвечать за него, не думать, что можно просто в любой момент выбросить, понимать, как решать проблемы этой тельной. Бывает так, что я реально наслышал о том, что, например, берут щенка из приюта, трехмесячного, возвращают назад со словами, а он писает. Ну, правильно, да. Это физическая ситуация. То есть, тут даже как бы ничего толком-то на трех месяцах еще и не сделаешь с этой ситуацией. А люди об этом не знали. Соответственно, опять же, проблема в информации и в повышении знаний об этих всех направлениях и моментах. Ну, вот как раз, может, вам именно как раз и работать с этой аудиторией, которая захочет взять собаку из приюта? В том числе. Флагман активно постоянно публикует наши работы с их собаками. И в случае, когда они передают собаку хозяевам, то есть появились люди, которым собаку понравится, они забирают, они тут же дают наш номер, если мы курировали эту собаку, и люди с нами связываются напрямую. И мы даже выезжаем несколько раз к людям уже, когда он у них дома живет, подсказываем, как правильно с ним гулять и взаимодействовать, чтобы у них сразу как бы было меньше проблем, чем планировалось. Как вы считаете, вот все-таки на улицах собаки, те, которые после ОСВВ, стерилизации, отловы, стерилизации, вот их выпустили назад в свою среду обитания, это правильно или неправильно? То есть нужно выпускать собак после стерилизации? Ну, все зависит. Опять же, насколько я знаю, там есть определенный регламент, по которому должны определять, собака может находиться в обществе людей, так сказать, или не может по разным причинам, да, в том числе и психологическим каким. То есть собака вызывает агрессию. Ну, вот, понятное дело, что такую собаку опасно выпускать, на улицу ходят дети, люди, неважно. Конечно, если собака проходит такие проверки, видно, что она социализирована, что она нормально относится к людям и никаких нет, то, в принципе, никаких проблем, я думаю, не должно с этим быть. Ну, и, наверное, еще такой вопрос. Перед Новым годом я пытался пригласить человека, который живет сейчас во Франции, и она мне сказала, я не смогу прийти, не смогу говорить, потому что во Франции собак, если они не востребованы в течение трех-четырех месяцев, их усыпляют просто-напросто. Вот, как вы относитесь к тому, чтобы все-таки опять была эвтаназия? Но, естественно, она такая, чтобы была не очень, не жестокая эвтаназия. Вот, все-таки. Это очень спорный вопрос, очень такой сложно на него ответить, потому что, ну, с одной стороны, вот мы сейчас общаемся с приютскими собаками, которые там, ну, проводят даже не один год. И это совершенно замечательные животные, которые были бы счастливы в чьей-то семье. И вот так вот подумать, что вот они там четыре месяца сидят в приюте, их бы не было, ну, немножечко как-то не по себе становится. Но просто им вот не посчастливилось еще там встретить своих людей. Вот, а с другой стороны... Вы считаете, что такое количество собак, которые сейчас в приютах, а их огромное количество собак, вы считаете, что им всем можно найти владельцев? Ну, если быть реалистом, то, конечно, нет. Но вот именно с человеческой какой-то вот стороны, мне вот трудно об этом говорить, потому что вот, ну, их жалко. Да, ну, конечно, жалко. Мне и кошку жалко, и у меня сейчас кошка, и собак жалко. И я, что говорить, конечно, я тоже подкармливаю, подкармливаю. Большое спасибо вам. Очень была интересная, содержательная беседа. Ну, а время нашей программы завершилось, и снова встретимся с вами через две недели. И еще раз напомню, что информацию по видеовизиткам вы сможете снова посмотреть в наших повторах и на сайте телеканала Самарагиз. И прежде чем взять собаку, все-таки подумайте вопрос. Конечно, советую... Продумайте этот вопрос, да. И советую, конечно, обратиться к специалистам, кинологам по воспитанию, адаптацию взятых из приютов собак. И, конечно, вот к ребятам, которые сейчас ведут этот проект, проект под названием «Вот он, пёс». До свидания, всего вам доброго, до встречи в эфире.